Улица Росваровского, Островского, Парковая, Конституции. Здесь вывоз мусора ведется в ночное время, а контейнеры заполняются настолько быстро, что уже идет речь о том, чтобы поменять их дислокацию. Поскольку выбрасывают мусор и те, кто ежемесячно платит за его вывоз, и кто не платит. А это предприниматели, ведущие бизнес в центре Сочи. Это означает, что каждая управляющая компания должна будет определить контейнерную площадку на своей придомовой территории. Естественно, согласно Сандыну, который предполагает, что контейнерная площадка, для тех, кто не знает, должна находиться не ближе 20 и не далее 100 метров от дома. Среди присутствующих представители ТОСов, управляющих компанией Домкомы. С их участием ежемесячно проводятся такие заседания, где разбираются конкретные ситуации по подготовке жилого фонда к отопительному сезону. Прежде всего, мы вышли уже на 95% промывки и опрессовки тепловых узлов в домах и самих домов. На сегодняшний день уже порядка 56% паспортов готовности домов есть. Причем это подтверждается теплоснабжающими организациями. А котельные города готовы более чем на 50%. Там прошли ремонтно-профилактические мероприятия. Срок подготовки всех котельных до 1 ноября. Как только закончится активный курортный сезон, встанут на плановый ремонт и другие крупные котельные. И за следующей недели начнут свою работу специальные комиссии с участием Ростехнадзора, которые будут выявлять недоработки в системе жилищно-коммунального хозяйства. Гелена Авсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.